Нифонтово По легенде, в середине 16 века сюда, в дремучие новгородские леса, пришел монах Нифонт. Со своими сыновьями. И так понравилось им высокое место над рекой Шексной, что решили они обосноваться здесь навсегда. Около родника выстроили новостелы свои дома и сосны мачтовые, стали зверя ловить и рыбу. Где стояло то жилище? И когда священник принял монашеский постриг, раз пришел на эту землю с детьми, кто теперь скажет, как было? Но родник, о котором говорится в легенде, на самом деле существует. До сих пор. Местные говорят, он неистекаем. Что зимой, что летом уровень воды не меняется. АПЛОДИСМЕНТЫ Изображен святой Нифонт, но как бы святых Нифонтов много. Но на нашей иконе изображен Нифонт Констанский. Раньше каждую весну у этого родника мужики собирались, чистили его, потом отдыхали и разговоры вели до самой ночи. Алексей Александрович там много об истории своей семьи и узнал. Оказалось, он потомок самого старинного Нифонтовского рода, рода Спиридоновых. Мой дед Ефрем Иванович, он был маслоделом. Значит, искусство это перешло от его отца Ивана Ивановича. А Иван Ивановичу передал Иван Ильич, это мой прадед уже. А Илья уже был, значит, основатель этой династии. Но я отчества не знаю. Но он где-то 1670 года рожден. Нифонтовские ремесленники славились на всю округу. Деревня жила хорошо, росла. Поэтому-то в далекие времена и местные, и гости звали ее «Золотым дном». А вот что это за постройка, известна лишь коренным жителям. Собственно, они это название и придумали. Пряничный домик. В 19 веке рядом с этим местом стояла пекарня, и хлеб на ней выпускали, и печатные пряники. Заведовали всем Копыловы, а мы в гостях у племянницы хозяев. Знали бы предки, что дочь нашей героини семейное дело продолжила. Открыла свою пекарню. Я вон Наташку учила. Если будешь пироги творить, растворила, так дай им подняться. Поняла? Чтобы пироги, и потом ты вытряпкала, чтобы все поднялись. А потом намажешь. Вот так, чтобы поднялись. Кормила деревню и река. На царский стол круглый год нефонтовские мужики поставляли рыбу наравне с Волгой. С открытием мариинской системы крестьяне ходят бурлаками, шкиперами. Шкиперов – самая распространенная в то время деревенская фамилия. Потом появляются крупные суда. Для них подно реки прокладывают тяжелую цепь. Она подхватывается на туир барабаном с горизонтальной осью. В деревне гремят колеса, слышны гудки. А что происходит на реке, не видно. Высокий лес закрывает панораму, вспоминают местные. Сейчас от тех сосен осталась лишь песчаная россыпь, название Барки. И легенда о том, что когда-то здесь было языческое святилище, посвященное культу плодов земли. Еще одна легенда о местечке Печище. Говорят, к западу от Нифонтова стоял древний монастырь. Его разрушили поляки во время нашествия. Те, кто поселился на этом месте, находят большие камни. Может, бывшие монастырские стены. Если проехать по Нифонтову, можно увидеть историю всей России, утверждают старожилы. Есть дома с печеным отоплением. Пятиэтажки. Они строятся в 70-е вместе с птицефабрикой. А вот и современные коттеджи. Сейчас мы отправляемся в Прохорово, в Вологодской области. Деревень с таким названием больше нет. Прохорова. Тут явно не обошлось без Прохора. Вологодский район. Домик к домику. Как будто кто-то аккуратно расставил каждый вдоль широкой улицы. Сейчас удивляет. А раньше многие деревни вот так в две линии строили. Со всех сторон окружено Прохорово-дремучими лесами. И у каждого свое название. Тут это Березовка. Там этот Ведровка. По Заведровке будет Внимойка, это уже не наше. А потом за этим, за этим вот за нашей деревней пойдет и Гостилка, и Машанка. А потом Дикое, Рахман, Олекайка. Пожалуй, самый странный из этих лесов – это Березовка. Говорят, что там водят лешие, и что там легко можно заблудиться. У старожилов есть этому объяснение. Они вспоминают, что много лет назад на этом месте хоронили лошадей. А нас приглашают в Березовую аллею. Деревья в ней молодые, а истории нет. В голодной 47-й пришлось вырубить вековые березки, продать. На деньги тогда купили хлеб. В 80-х жители Прохорова собрались вместе и решили, что такое положение и дел их не устраивает. Взяли в руки лопаты и снова посадили аллейку. Эта аллейка соединяла деревни Прохорова и Пирогова. В последней, правда, сейчас никто не живет. Но по рассказам, эта деревня славилась на всю округу пирогами и своим гостеприимством. Мастеровитые люди жили в Прохорово. Ира Васильевна говорит, в каждом доме по умельцу было. Мой папа был председателем, а ночью шил сапоги. К нему носили сапоги шить. А во втором доме веревки вели изольна. А в третьем доме валенки катали. У нас все мастера. В четвертом доме подряд кузнец был. А вот в 50-е годы работы на всех не хватало. Даже дрались. Представьте, в каждой семье по 10 человек. Людей много, как в Китае. В Китае людей много. Здесь я так же была. Соберется, не знаешь, куда глянуть. Глазам все люди. Родители работали в поле. На работе были. Дома никого не было. Пришлось зайти к соседям. Суседи меня угостили, поесть дали. Тюри. Ну, для меня, как это впервые, может, было. Но тюри готовилась из лука нарезанного, кипятка. Естественно, хлеба покрошенного. И до того мне эта тюри понравилась, что я до сих пор ее помню. Мифонтово – это одно из самых древних сел Шекснинского района, относящихся еще к периоду Каменного века. Заселение было древними людьми. И о чем свидетельствуют нам археологические раскопки, сделанные и в 30-е, и в 80-е годы прошлого столетия. Вероятнее всего, поселение называлось селищем, как это было общепринято для того времени, крупных поселений, находящихся на берегах рек. В 15 веке, а именно в 1485 году, на это место приходит монах Нифонт. И по его личному имени было названо это древнее поселение. У Прохорова, так же, как и Нифонтова, образовано от личного имени Прохор по первому поселенцу этой деревни. А наше следующее путешествие в деревню Староверов, в деревню Сямичи. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ